МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Встречали переможцы у республиканского конкурса сярод ассиминаторов. Чарговый температурный рекорд в Брагине на минулых выходных слупок термометра зафиксовал 23 градуса. А зараз об этом и иншим – больше подробязным. Беларусь разглядает развитие сопрацовнества с российскими регионами как одно из ключевых направлений в экономике. Про это сегодня заявил Александр Лукашенко. У Палаца незалежности пройшла встреча керавника державы губернатора Свердловской области Яугена Куйвашева. Суседи, затекавленные в развитии суместных проектов у Навуцы, спотребятся уральскому региону и в опыт Беларуси у сельской господарцы. Больше зато и Минск готовы поставить пассажирскую технику у тымлику электробусы. И головная мэтабаков покорыть планку товарообороту полмиллиарда долларов. Приятно встретиться с крепкими людьми, с этой прекрасной территорией, городом. Я бывал, к счастью, в Свердловске в свое время. Мне очень понравился этот крепкий рабочий город. Я очень рад приветствовать вас на белорусской земле. Я всегда говорю, это и ваша земля. Беларусь неотделима от славянских народов. Свердловская область, несмотря, можно сказать, такую какую-то удаленность географическую, хотя при современных средствах связи, уровне связи, наверное, это уже и не такие большие расстояния. Это надежный партнер для Беларуси. Это близкие нам люди, как я уже сказал, и близкий регион. В Уральском регионе мы работаем очень давно, успешно. Жители области далеко за ее пределами хорошо знакомы с белорусскими продуктами питания, обувью, текстилем, бытовой техникой, мебелью. Заметную долю в объеме взаимоторговли занимают наши совместные проекты в области энергетики. На Урале произведено 60% турбин, которые мы используем в Беларуси. Пропанова белорусского боку поширить кооперацию у машинобудования. Дарежь и Свердловская область сегодня динамично развивается. У нетрах уральской земли полова таблицы Менделеева – золото, платина, никель, хром. Особный артикул – сталь и медь. Весовые заводы поставляли их для таких архитектурных сбудований, как Эйфелева вежа, статуя свободы и британский парламент. Так само Екатеринбург – свой особливый мосток помеж европейской и азиатской частками России. Менавито тут проходит Транссибирская магистраль. Сегодня начался новый этап республиканского перепису насильства. До 30-го Костричника включна. Переписчики будут наведывать граждан по месту их жахарства. Общак того, как и ранее, поведомить свое даденое можно так само на переписных участках. С ходом кампании ознайомились наши корреспонденты. Переписный участок номер 8 Чугуничного района Гомеля. У делу перепису тут примают 19 студентов Белорусского Державного Университета Транспорту и Держ Университета имя Франциска Скарыны. До этого дня наведывали предприемства и организации. Теперь начинают обыход кватер и домовладаний. Общак того, несколько человек будут постоянно дежурить на участку. Шмот кто из граждан, особенно с талого взрослого, отдают перевагу именно такому перепису. Дарыча принять удел у агульно-республиканской кампании можно на любым стационарным участку. А про жата гость, ведь их один ранец и до 21 вечера у головным статистичным управлений працует телефон горячей линии 21-10-03. По им можно удокладнить любую информацию. Что тычется у целом Гомельской области, то сгодно за пошними даденами у делу перепису приняли амаль 49% насельництва региона. Около 233 тысяч приняли участие именно в интернет-переписи. В течение двух дней, в субботу и воскресенье, мы обрабатывали результаты. Помимо интернет-переписи, в течение этих двух недель наши переписчики входили в качестве мобильных групп по предприятиям, организациям и учреждениям области. Плюс работали все это время стационарные участки. Всего приняло участие в переписи в Гомельской области по состоянию на 9 утра 20 октября порядка 680 тысяч человек. Одночасово с переписом на стационарных участках с сегодняшнего дня началось наведывание переписчиками граждан по месту жихарства. Основные тяжкости связаны с тем, что значная частка людей находится на праце. Шмадетная мать Вольга Дроганова зараз у декретным в отпуску. Молодшему Андрею ясче не вспомнилась а три годы. У некий момент он так сама приходит до маты. Сдаяцца, работы переписчиков выкликаю яго неподробный интерес. Капа ведомецдадзены об пяти членах семьи, хапае не дзе пятнадцати хвилин. У першой полови дня переписчики наведываюць ясче некальки кватыр, але их уладальнику на место застаюць не заусёды. Гэта значит, что яны придусь сюды як минимум ясче раз. Люди настроены очень хорошо, доброжелательно по отношению к нам. То есть люди открывают двери. Если человека дома нету, мы оставляем бумажечки, которые говорится, что мы ещё придём. И будем посещать в послеобеденное время, чтобы людям было удобно, чтобы они были после работы. Олег Сенцеров, Евгения Кухаронак, Игорь Марышченко, телерадо и компания «Гомель». Приз-за перемога мальчатыры с половой тысячи рублёв ассиминаторы с Гродинской, Брестской и Минской областей отрымали первое место в разных номинациях подчас республиканского конкурса профессийного майстерства. За звание лепших удельники змагалися у Рэшицком державном аграрном колледже. На церемонию узнагородживания приехали представники Министерства сельской господарки и харчавания и керавництва Гомельского облуканкама. Марина Джалая с подробностями. У актовой зале колледжа напруженная тишиня. Литерально празд некольких хвилин ведутся обвестить имёны пероможцев. Але на самой справе усе 42 ассиминаторы, які приехали на конкурс з розных сельхозпродприемств Украины, уже перемогли. Яны самые лепшие и квалификованные. Наша землячка Людмила Грекова отрымливает третье место у номинации «Лепший оператор по штучным ассимяниненьям буйной рогатой живёлы». Приз – 2800 рублёв. Ассиминатором я работаю первая в роду. Мама моя работала дояркой. Я уже в колхозе работаю 22 года, это общего, и 20 лет я работаю ассиминатором. Ирина Сердюкова – з Могилёвшины. Ассиминатором жаншина працует 12 годов. И на господине великой семьи, разом с мужем выховывая троих дятей. По выниках республиканского конкурса так само завоевала третье место. Всё очень волнительно, конечно. Я очень волновалась. Я забыла утром паспорт. Мы любим свою работу. Нам нравится работать. С настроением на работу ходишь. Любишь коллег своих. И всем привет передаю. Всех люблю. Летость. У Середнем по Беларуси один работник штучно осемянил 700 коров, 1700 свиньев. У вынику от ста короны родилось 72 телятьи. От ста свиноматок – свыше 2000 поросят. В первую очередь это производство мяса и молока. Это первые люди, от которых зависит роль экспортного потенциала Республики Беларусь. Потому что в настоящее время экспорт молочно-мясной продукции крупного рогатого скота стоит на первом месте. А это то первое звено, без которого никак нельзя обойтись в развитии сельскохозяйственной отрасли. Переможцы по одним у каждой из четырех номинаций – это супрационники предприемства Берозовец Ганцевицкого района, Волковицкая, Волковицкого филиала Фалька Агра Дзержинского района и Минского племпредприемства. И не отримали амаль по 4,5 тысячи рублей. Призы за другие места – каля 3,5 тысячи, за третье – каля 2 тысячи 800 рублей. Марина Джала, Сергей Лукашук, телерадио компания «Гомель», Речица. У авторок 22-го «Костричника» глядите на телеканале «Беларусь-3» черговое передвыборное выступление кандидатов депутата Палаты представников Национального схода Республики Беларусь сьомого скликання. С 19.00 до 19.30 в эфиры выступление кандидатов по Гомельской центральной окрузе номер 33. Нагадаем, выступления выйдут в эфир на телеканале «Беларусь-3». У Гомеле пройшла региональная АйТи-конференция «Джекон». В четвертый раз она собрала программистов з областного центра и бойных городов в области. За час проведения конференции набыла довольно высокую популярность. Все ли это было подадено каля 700 заяв об регистрации. Такого великого наплыва у дельников, дарыш, организаторы не шакали. Сирот спикеров – переважно айчинные специалисты. Своим опытом приехал поделиться так само программист Созлученных Штатов Америки. Подобные конференции, на думку у дельников, дозволяют у значной ступени повысить свой профессийный узровень. Я работаю в АйТи уже более пяти лет. Что по поводу полезности, то подобные конференции позволяют не просто поделиться знаниями, но еще и найти какие-то новые связи, коммуникации. То есть, на мой взгляд, это очень-очень полезно для твоего профессионального развития и роста. Мы видим, что еще больше подогревается интерес к тому, что происходит в АйТи, что делается в АйТи. Наверное, для нас это самый большой результат этой конференции будет. Конкуренция растет, сложность программных продуктов растет, и люди делятся теми успехами. То есть, это в том числе возможность поделиться тем, что кто-то что-то успешно сделал, рассказал другому, и это может быть применено в других сферах. У Гумельской областной библиотеки имя Ленина стартовал «Тдень немецкой культуры». По традиции, у семеро преемств с ГТН-годы проходят у отдела литературы на замежных мовах. Ладится культурная падея третий год запар. Все лето в программе интеллектуальные турниры «Что декали» и «Свая гоня», которые призваны высветлить те добрые гумельские школьники ведают немецкую культуру, историю Украины и сучасность. Уклад родженцев Германии в литературную сосветную спадшину узгадают у «День ремарка», а завершится тыдень показом экранизации немецких казок. Только сегодня мы вернулись, пять библиотекарей гумельской областной библиотеки, из поездки по программе «Мост», которую курирует институт Гёте в Минске. Это была поездка в Германию на 71-ю франкфуртскую книжную выставку-ярмарку. Ну и не только это. Была цель поездки – посетить библиотеки, познакомиться с опытом работы. Мы побывали в библиотеке университета Гутенберга в Майнсе, побывали в городской музыкальной библиотеке Франкфурта, в медиатеке маленького города Ингелихайм, который нам понравился больше всего своим уютом и ориентированностью именно на деток. Поглядели, рассказали про себя, распытали про замежный опыт, отрымалася корыстный подорожжан. Далее о подробностях можно подекавиться на тыдни немецкой культуры. Чарговый температурный рекорд. У Брагине на минулых выходных слупок термометра зафиксовал 23 градусы. До такой отзнаки поветра прогрелась в субботу. Это абсолютный рекорд за весь период мета-назираннёв. Аномальное тепло для этого периода года назиралось и в областных центрах. Так у Гомеля температура склала 21,5 градусы. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на дворье не изменится. Невеликое похолодание ждет на наступном тыдне. Это и другие новинки вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Три пешехода за минувшие выходные оказались под колесами автомобилей. Все наезды произошли в субботу в Центральном районе Гомеля и в Мозыре. В двух случаях пострадали дети. В половине шестого вечера 47-летний водитель, двигаясь на автомобиле «Митсуби Сикаризма» по дворовой территории вблизи дома номер 95 по улице Сверидова, не уступил дорогу и совершил наезд на 7-летнего мальчика, перебегавшего дорогу со стороны игровой площадки в направлении подъезда дома. С ушибом и ссадинами ребенок госпитализирован. А в Мозыре 22-летний минчанин, двигавшийся на автомобиле «Опель Астра» вблизи дома номер 16 по бульвару юности, не успел среагировать и совершил наезд на 7-летнего пешехода. В городе Мозыре ребенок выбежал на проезжую часть из-за стоящих транспортных средств вне пешеходного перехода. В результате совершено дорожное транспортное происшествие в виде наезда на ребенка. С травмами ребенок был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка. Сотрудники ГАИ настоятельно рекомендуют родителям регулярно напоминать детям о правилах безопасности на дороге. И если ребенок не знает и не понимает, чем может обернуться его невнимательность, не стоит отпускать его на улицу без присмотра. В пятницу возле деревни Крутое Чечерского района в поле загорелся трактор. В результате пожара техника уничтожена, пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины возгорания – механическое разрушение узлов и деталей. А в воскресенье возле деревни Глоботская Гомельского района спасатели тушили солому. Часть кирды удалось спасти, однако огнем все же было уничтожено 90 тонн. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины пожара – занос постороннего источника зажигания. Маленькие дети от взрослых должны быть на расстоянии вытянутой руки, особенно когда рядом находится источник повышенной опасности. В этом на своем горьком опыте убедились родители девочки из деревни Старое село Ветковского района. Накануне около трех часов дня их четырехлетняя дочь с термическими ожогами, первой, второй, третьей степени предплечья правой и левой кистей была доставлена в областную больницу. Двумя часами ранее, играя во дворе собственного дома на глазах у матери, девочка упала в костер. Медики предпринимают все усилия, чтобы облегчить боль и минимизировать последствия ожога. Травмы, с которыми при лечении приходится сталкиваться медперсоналу больниц, самые разные. Многие из них достаточно тяжелые, хотя полученные пострадавшими практически на ровном месте. В субботу вечером областную больницу с аллеей героев по улице Кирова города Гомеля с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом свода черепа был доставлен мужчина 48-50 лет. По словам свидетелей, он просто упал со скамейки, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Городским отделом Следственного комитета проводится проверка данного факта. Сотрудники милиции совместно со специалистами Государственного комитета судебных экспертиз устанавливают личность пострадавшего. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Женская команда гонбольного клуба Гомель не смогла шагнуть в третий раунд квалификации Кубка ЕГФ. Непредалимой преградой стал вице-чемпион Дании Хернинг и Каст. Двухматчевое противостояние проходило в Гомеле. По сути, судьба путевки в следующий раунд решилась еще в первом поединке. Гомельчанки выглядели неплохо на протяжении 45 минут, хоть и проигрывали, однако далеко в счете соперника не отпускали. Провал случился в концовке. Датчанки в заключительную четверть часа игры взвинтили темп. Гомелю на это ответить оказалось нечем. Как результат, поражение с разницей 12 мячей. 21-33. Соперник очень высокого уровня и нам все-таки не хватает матчей подобного рода, чтобы играть с ними на равных всю игру. Ну, где-то, может, не хватило свежести, может быть, надо было поменять раньше. Но старались, велись. На следующий день гомельчанки доказали, что могут бороться на равных с именитым соперником. В первом тайме они сумели отыграть отставание в три мяча и выйти вперед 14-13. После перерыва хозяйки паркета продолжили наращивать преимущество, которое к 40-й минуте составило 4 гола. И в этот момент Гомель, как говорится, поплыл. Датчанки умело воспользовались спадом в игре соперника и за короткое время сумели сравнять цифры на табло. Правда, ненадолго. Гомельчанки нашли в себе силы вернуть течение матча в прежнее русло и выиграть 25-21. Сегодня было легче психологически, потому что уже не было какого-то волнения, не было тревоги. Сегодня мы были больше, наверное, настроены, нежели вчера. По сумме двух матчей дальше в Кубке ЕГЭФ идет датская команда, а Гомель теперь полностью сосредоточится на делах внутреннего чемпионата. 23 октября гомельчанки отправятся в гости к Берестию. Гомель и Славия провели матчи 25-го тура чемпионата страны по футболу высшей лиги. Зелено-белые на выезде сыграли в ничью с Батте. Гости открыли счет на 27-й минуте. Первый гол Гомеля на поле Бориса Фарена на свой счет записала Кубардия. Удержать победные цифры на табло команде Александра Кульча и не удалось. Яблонский на 74-й минуте восстановил паритет. В турнирной таблице Гомель по-прежнему 15-й. Мозырьская Славия на домашнем газоне минимально уступила Гродненскому Неману. Единственный гол на 69-й минуте забил Жуковский. Мозыряне в таблице чемпионата на 11-м месте. Представители высшей лиги идут дальше. Состоялись матчи 1-16 финала Кубка Беларуси по мини-футболу. Из пяти команд из нашего региона в следующем раунде сыграют три. Светлогорский ЦКК не оставил шансов землякам из команды Липтон 15-0. ВРЗ отгрузил дюжину безответных мячей в ворота Несвежской дружины Флекси. БЧ более скромно, но уверенно обыграла представителя Речицы команду Апгрейд 5-1. В 1-8 финала железнодорожники сыграют с Мелиоратором из Ганцевичей. В РЗ в сопернике достался Минск. ЦКК поспорит за путевку в четвертьфинал со столицей. Поединки 1-8 финала состоятся 26 и 27 октября. Команда Гомельского областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта выиграла республиканскую спартакиаду детско-юношеских спортивных школ по троеборью конного спорта. Соревнования проходили в Гомеле. В личных состязаниях две верхние ступени пьедестала почета заняли гомельчанки. Победила Екатерина Деколосова. Сереброза воевала Елизавета Коцур. В командном зачете Маргарита Василевская, Елизавета Коцур и Наталья Денисенко показали лучший результат. Параллельно разыграли медали открытых республиканских соревнований по троеборью. Гомельчанин Алексей Лукьянов взял серебро. Победила могилевчанка Ольга Комарова. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Саевин. Оставайтесь на Беларусь 4.